Пасмурное утро 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 В этой гонке три яхты не уложились в контрольное время и были дисквалифицированы. В регате не везло команде рыбаков под серебряным дождем. Гонки не задались с самого начала, но это ничуть не огорчало команду. Гонки под дождем или солнцем – это просто еще один шанс побыть с друзьями. Эта ночь была самой романтичной во всем походе. Участники ночевали на якорях. Правда, она была бессонной для шкиперов. Они опасались срыва лодок при сильных порывах ветра. Утро, купание и предстартовая подготовка. Надо сниматься со стоянки и двигаться к месту старта. Подъем якоря – не то, что в былые времена. На современных яхтах все автоматизировано. Привычная стартовая процедура, и парусный флот устремляется вперед. Впереди уже определившиеся лидеры – Гришин, Ухин, Никифоров. На правом фланге в лидеры устремляется Михаил Савельев, шкипер – Хилют Пекард Грин. На левом – Перцы. После старта из скальной гряды парусные лодки попали в узкий перешей. Здесь началось самое интересное. Ветер раскачал волну и умчался вдаль от береговой линии. Яхты хлопали парусами и ожидали нового ветра. Он не заставил себя долго ждать. Резкий порыв – и вперед устремляются те лодки, которые первыми оказались в ветровой зоне. В одно мгновение лидеры теряют свои позиции и оказываются в середине флота. Югра берет рифы. Вот он – долгожданный экстрим. В проливе между скал ветер стихает. Яхтам нужно пройти в открытое море. Но судьи принимают оптимальное решение – меняют маршрут. После поворотного знака яхты должны пройти по внутренней линии скальной гряды. В море идти нельзя. Эту непростую разведку провел катер клуба шкиперов «Лорд Уотерс», на котором находился директор регаты Андрей Подколзин. На выходе из пролива им тоже досталось. Перед самым финишем парусный флот настиг проливной дождь. На твердый причал бухты Фитхия первой пришвартовалась яхта «Гришна». Световые технологии 1 были вторыми. Никто не ожидал, что после ветровой гонки море преподнесет новый сюрприз. Старт в Фитхии был дан при слабом ветре. А уже через четверть часа, когда флот пошел между островом и берегом, ветер пропал совсем. Настало время проявлять магические качества команды световых технологий 1. Представители страны загадок и мифов Индии стали звать «Ветер». В эти минуты и начинается самая настоящая охота. Охота за ветром. Шкиперы смотрят по сторонам. В поисках хотя бы небольшой ряби. А шкотовые и баковые матросы всегда на готове, чтобы отпустить шкоты и завлечь паруса ветер. Но расслабляться нельзя. Нужно четко отслеживать паруса соперников и следить за водной гладью. Магия подействовала. В то время как весь флот стоял на месте, одна яхта световых технологий 1 стала продвигаться вперед. Низовой ветер буквально ворвался на акваторию, где проходила регата. Помимо постоянных лидеров «Югры» световых технологий 2 и экипажа Андрея Ухина, вперед вырвалась яхта «Хьюлит Пэккард Блу». Экипаж Юлии Абрамовой первым получил ветер с правого фланга, и какое-то время ей удавалось оставаться в лидерах. В борьбу вступили перцы и желтый «Хьюлит Пэккард». Яхты скользили по воде, уверенно набирая скорость. Прийти в бухту первыми был еще один стимул. На горизонте собиралась огромная грозовая туча. «Югра» и «Световые технологии 2» устроили дуэль. Уже перед самым финишем Гришину удалось обойти Никифорова, словно по заказу, после того, как отшвартовалась последняя яхта, грянул ливень. Пчеловодов увлекся борьбой и чуть перебрал высоту на контргалсе. На финише был только пятым. А что случилось на старте? Почему последний? Правила ученого, они нас вытеснили. Это такая игра. Подветренного можешь выкинуть за стартовую линию на ветреного. Это, наверное, спорт. Парусный спорт. В этой гонке «Оушен Тим» застряли в штилевом мешке и пришли последними, заняв 13-е место. Радость победы и горечь поражений одинаково переживают и любители, и профессионалы. Потому что очень много людей приобщается с ребят по прошлой регате, а не просто у меня в экипаже из Дрома, который вчера у меня рулил. И ему это интересно. И кто знает, может, через пару лет он встанет за штурвал и будет как Олег Ледвинов. Будет интересно выступать. Любители другой взгляд. На гонку, на видение ветра. И мы можем научиться друг у друга. День следующий встретил штилев. На дистанцию все-таки вышли, но ветра не было. Тогда судьи решили провести перед стартом необычные состязания, которые были запланированы на вечер. Гонки на тузиках, прикрепленных к каждой лодке. К участию все отнеслись с энтузиазмом. Флот поделили на мужские и женские команды, обозначили финишный буй и борьба началась. И здесь победили постоянные лидеры. Световые технологии два. После состязаний гонки продолжились. Ровный ветер стал хорошей проверкой тактики шкиперов. Ухин применил свой излюбленный прием вытеснения на старте. На этот раз это были перцы. Подставляя свой борт на правом галсе, Ухин вынудил перцев резко уйти на левый фланг флота. Дорога была свободна, но ветра там не оказалось. У нас любителей, их не так много, да, вот мы скажем, да, то есть только-только там набираемся какого-то выучились, да, то есть пытаемся рулить, да, то есть у нас психология, она как бы скорее отдыхающая, да, у этих ребят она психология немножко другая. А между собой меряются, б как бы и нам показать, что вот сегодня, да, у нас живой пример, что мы тут салаги. Ничего не поделаешь, прав тот, у кого правый галс. Предпоследняя гонка для перцев была неудачной. На финише пропустили сразу три яхты и по результатам были только одиннадцатыми. Так, экипаж отработал. Экипаж замечательно отработал. Спасибо, спасибо экипажу, да, попробую еще сказать другое. Фортуна оказалась на стороне Оушен Тим. Бородин не сдавал позиций с момента старта. Он четко следовал за лидерами. Даже световые технологии 2 были позади. Однако ошибка матроса, неправильно заведенный шкот и лодка резко теряет ход. Ее с кормы легко обходит Гришин. Эта остановка повлияла на весь дальнейший расклад. Чтобы выйти на судейское судно, нужно было сделать еще один поворот. А с левого фланга к финишу правым галсом подбирался Ухин. В итоге Даниил был четвертым, Ухин третьим, а Гришин уступил пальму первенства Никифору. Профессионалы, они что дают? Они дают мастер-класс. То есть, понимают планку выше, выше, выше и выше. И это очень интересно, когда все держатся в напряжении и видят, чем работа профессионала отличается от работы Никифору. То есть, для тебя это не круется настоящая гонка? Для меня любая гонка, неважно на чем, неважно когда, то есть, в любом случае надо гонить. Старт последней гонки. Все знают возможности соперников. Новички освоились в роли матросов, но, увы, неделя подходила к концу. На Судейском снова взмывает флаг команды в ожидании старта. Даже рыбаки под серебряным дождем и команда Гант, привыкшие приходить в Уцайдерах, не теряли надежды отыграться хотя бы в последней гонке. Ветровые условия прежние. Снова борьба на старте и привычный расклад в гонке. После старта Гришин с большим отрывом ушел вперед с левого фланга. Никифоров применил оборонительную тактику против сборной Химок. Игра в правый и левый галс, кажется, надоела бывалому капитану. И он ушел Мористей, рискуя потерять постстартовую позицию. Это стоило на финише ему серебра. Ухин пришел вторым. Перцы хотели взять реванш. Выбрав тактику, следуй за лидером. До поворотного буя они шли ровно, в пятой позиции. Впереди был Оушен Тим, позади Юлия Абрамова. Вынудив Бородина сделать лишний поворот, перцы сократили расстояние. И, рассчитывая на второй круг гонки, сделали длинный галс в сторону моря. Но судьи решают завершить гонку после первого круга. И перцы в итоге занимают пятое место, уступив Оушен Тим. В этой гонке не повезло световым технологиям один. Они были только седьмыми. По результатам всей регаты, первыми были световые технологии два. Вторые – Югра. И третье место заняла сборная Химки Андрея Ухина. Грусть расставания всегда скрашивает последний вечер. Награждение победителей, пожелания, подарки. Их было немало. Постарались спонсоры. Все участники скоро вернутся в свои города и еще долго будут помнить это яркое событие со звучным названием «Регата». 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова